Итак, ребята, всем привет! Все помнят видео, которому уже 2 года, точнее цикл этих роликов, по тому вопросу, как создать флешку с macOS из Windows, то есть для установки в Hackintosh. Мы решили обновить данную инструкцию. На дворе 2023 год, тем роликом уже 2 года, поэтому давайте посмотрим, что же изменилось. Многие меня тогда спрашивали, подскажите, а Big Sur можно вот так сделать? А Monterey можно? Так вот, давайте на примере моего ноутбука на Windows, это Core i5 5200U, графика HD 5500, все знают этот ноутбук, он Hackintoshный, он поддерживает условно Windows 11. Давайте на примере этого ноутбука будем создавать флешку в системе Windows для Hackintosh, для того, чтобы поставить Hackintosh. Значит, в этом видео будет несколько частей. Это видео, это у нас запись образа на флешку. Следующее видео у нас сборка OpenCore под ноутбук. Дальше у нас настройка загрузчик. И четвертая часть, это установка системы. Давайте сделаем обновленную инструкцию, скажем так. Довольно долгое было отступление, поехали. Как записать образ на флешку? Нам понадобится в Boot Disk Utility, есть сайт, по-моему, cvet.narod.ru, там есть утилита вот эта. Обращаю ваше внимание, при этом способе у вас обязательно при установке должен быть включен интернет. Он самый простой и самый правильный. Есть еще один способ, более интересный, но более сложный. О нем мы поговорим как-нибудь в новых роликах. Мы возвращаемся к теме Hackintosh. Спустя пару лет я решил, что надо немножко обновить все инструкции. Поехали. Значит, нам нужна флешка, она уже вставлена. Первое, что мы делаем. Здесь у нас один раздел. Нам нужно подготовить флешку. Нам нужно разделить ее на две части. Нажимаем опции Configuration. Здесь жмем Node Install. Оставляем здесь все как есть. Я рекомендую сделать раздел в 500 МБ. Также здесь напишем Open Core. Далее нажимаем ОК и нажимаем формат. Пошло создание разделов. Все готово. Теперь у нас два раздела. Open Core и раздел в формате HFC+. То есть вот. Здесь будет macOS. Здесь будет загрузчик. Дальше что мы делаем. Нам нужно забрать систему. Нажимаем Download Center. И вот у нас в новой версии Boot Discutivity теперь есть Bixure, Monterey и даже Ventura. Давайте возьмем Bixure. Здесь ничего не трогаем. Оставляем Extract Partition Image File. Жмем Download. Сейчас мы скачиваем. То есть сейчас идет уже полноценное скачивание образа. Скачивается Base System DMG с серверов Apple. А потом появится в нашей папке Pilek Recovery. Давайте немножко подождем. Продолжение следует... Чтение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нажимаем здесь плюсик Выбираем, выделяем раздел, который 28 гигов И нажимаем Restore Далее мы выбираем наш образ Сейчас я его еще найду Рабочий стол Буду дискутировать Нажимаем открыть Программа спрашивает, вы хотите записать? Конечно хотим Нажимаем Да Ну и все, пошла, видите, запись на флешку Давайте подождем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, ребята, образ на нашей флешке Размер раздела изменился Закрываем В следующем видео мы с вами будем собирать Загрузчик OpenCore 088 Для ноутбука HP Intel Core i5-5200U SSD 1TB Видеокарта Intel HD Graphics 5500 Есть еще дискретка, но она не заводима Это AMD Radeon R5 M330 И там 4 гигабайта оперативной памяти PDR3 И соответственно поддержка UEFI запуска Мы обновляем эту инструкцию Если видео понравилось, ставим лайк Подписываемся на канал, пишем комментарии И увидимся в новом ролике Всем пока-пока!